Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости в студии Ирина Левчук. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема сегодняшней программы. Бессрочный мораторий на повышение розничных цен введен в Беларуси. Александр Лукашенко запретил повышать цены в стране с 6 октября. В Бресте проведены первые мониторинги. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех. Мы за ценой не постоим. Брест встретил легендарного штурмана, бомбардировщика П-2, участницу Великой Отечественной войны Галину Павловну Бок-Бельцову. Плотный график поездки включал в себя различные встречи, посещение Брестской крепости, а также большую диалоговую площадку, которая прошла в Брестском академическом театре драмы. В Бресте будут функционировать инженерные классы. Договор между управлениями по образованию Ленинского и Московского районов, Брестским государственным техническим университетом и предприятием «Брестоблгаз» был подписан на этой неделе. Это новый старт в образовательной парадигме. Творцы праздников, авторы музыкальных произведений, вокалисты, исполнители, хореографы, работники культуры отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня поздравления принимают все сотрудники Белпочты. Каждому из них приятно осознавать. Окунуться в виртуальный мир целиком клиентам не получится никогда, ведь почта была, есть и будет. Об этом и не только прямо сейчас. В эфире программа «Итоги недели». Актуальная новость. В Беларуси введен бессрочный мораторий на повышение розничных цен. 6 октября повышать цены запретил президент страны Александр Лукашенко. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, министерствам и местным органам власти поручено контролировать насыщение рынка товарами и услугами, а также дано право останавливать работу бизнеса за нарушение. 7 октября в стране начала работу межведомственная группа, которая должна до 20 октября внести в правительство меры регулирования цен в стране. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками прокуратуры и управления торговлей и услуг Брестского грузполкома провела мониторинг цен в одном из магазинов торговой сети «Дионис». 6 октября Александр Лукашенко провел совещание с экономическим блоком правительства. Оно прошло в расширенном формате. Повестка дня «Ценовая ситуация в стране». Президент подчеркнул, что в январе-августе 22-го инфляция в Беларуси составила 13,8%. За год правительство планирует 19% инфляцию. Это достаточно серьезный удар по бюджету белорусова, потому глава государства поставил перед правительством жесткую задачу относительно годовой инфляции. В 2023-м экономика должна вернуться к величинам инфляции в Беларуси не более 7-8%. На такие высокие значения инфляции Совмин и Нацбанк должны были ответить жесткими мерами по сдерживанию цен. Я имею в виду 13-14%. Это уже никуда не годится. И те, кто должен сдерживать инфляцию, должны были отреагировать. Посмотрим, как реагируют. Рост цен нивелирует все наши усилия по повышению зарплат и пенсий. Реальные доходы населения упали ниже уровня прошлого года. Примерно на 3%. Ожидают правительства и Нацбанка действенных предложений по сдерживанию ценового роста. Задача вернуться к следующему году на уровень инфляции 7-8%. Обращаясь к собравшимся, Александр Лукашенко подчеркнул необоснованность повышения цен со стороны белорусских производителей. Товары и продовольственные и промышленные группы дорожают, а цены на сырье и топливо остаются на прежнем уровне. Можно отчасти понять рост цен на импортные товары. Но почему мы наблюдаем постоянное повышение стоимости того, что производим сами из отечественного сырья. Вот оно все в Беларуси. Сырье, переработка, готовый товар продаем. Цены на сырье не выросли. На топливо и прочее, что мы всегда стонали, рост цен на нефть, на газ и так далее, тоже не выросли. Продовольственные товары подорожали почти на 13% с начала года. Цены растут даже на позиции ежедневного спроса, контроль за которыми самый жесткий. Со стороны депутатов, профсоюзов и комитета госконтроля я вынужден вмешиваться в ситуацию. Уже очевидно, что правительство, профсоюз, облсполкомы, Мингородсполком, депутаты, комитет госконтроля не справляются с растущим валом. Молоко, мясо, хлеб, крупы и другая стально значимая продукция продолжают дорожать каждый месяц. Исключите из своего оборота слова «социально значимая продукция». Продукция сегодняшнего дня не должна делиться на какую-то значимую и незначимую. И здесь же на совещании президент ввел за бред на рост цен, а также потребовал на местах провести мониторинги. В Бресте уже на следующий день представители соответствующих органов отправились по торговым объектам. Наша съемочная группа с заместителем прокурора Бреста и начальником управления торговли горосполкома попали, кстати, неожиданно, в магазин номер 16 торговой сети «Дионис». Торговый объект небольшой, но в нем обслуживается достаточно много покупателей. Расположение такое. По словам заведующей, в магазине все под контролем. В нашей фирме это все отслеживается, прослеживается, цены у нас приемлемы, покупатели довольны. Мы сами заинтересованы в том, чтобы товары были как можно дешевле, чтобы больше привлечь покупателей. И я думаю, если в нашем маленьком магазине в день 1000-1200 покупателей, это уже говорит о том, что к нам ходить можно и нужно. Этот магазин – магазин шаговой доступности. Здесь, в ассортименте, все группы товаров, акции, красные ценники, определенная раскладка. От пристального глаза проверяющих не ускользает ни одна деталь. Товарам первой необходимости – внимание повышенное, впрочем, к ценам тоже. Каждый из нас, наверное, ходит повседневно в магазин, покупает продукты, питание. Безусловно, я оцениваю с ближе расположенными ко мне магазинами, но где-то цены выше, где-то ниже. Поэтому будем разбираться, почему происходит такая разница на один и тот же вид товара в зависимости от его расположения в разных точках. Если мы видим разницу в магазинах на один и тот же вид товара, вопрос – почему? Если, извините меня, в одном магазине будет разница 1-2 рубля, но для потребителя, конечно же, это, безусловно, выгоднее. Почему потребитель должен выбирать, ездить по магазинам, извините меня, молоко покупать в Астрахмечево, хлеб в другом месте и все остальное, если не сделать для него возможность купить все в одном месте. Поинтересовались мы соответствием цен в магазине у покупателей, претензий не услышали. Меня все устраивает. Нету такого необоснованного повышения? Нету. Что-то повышено, что-то можно... Есть скидки. Приятно очень, когда есть скидки. Не выше, чем везде. Нормально. Не обоснованных подъемов или нет? Нет. 6 октября в Беларуси введен мораторий на рост цен. Индивидуальные решения может принять лишь министр или председатель облсполкома. В случае нарушений грозит серьезная ответственность, вплоть до уголовной. Мониторинги во всех объектах торговли продолжатся. В последнее время произошел скачок цен. Прокуратура в настоящее время разбирается в обоснованности увеличения цены. То бишь это либо обоснованные затраты, либо увеличение цены ввиду недобросовестных посредников. Будем изучать сейчас первичные документы. В настоящее время по поручению Генеральной прокуратуры мы во взаимодействии с местными органами власти, профсоюзами, будем осуществлять такой мониторинг на постоянной основе. В случае выявления нарушений по поручению Генеральной прокуратуры мы данные сведения будем передавать в правоохранительные органы для отдачи правовой оценки в рамках уголовно-процессуального законодательства. Возвращаясь к совещанию президента, Александр Лукашенко подчеркнул, дефицита товаров в Беларуси нет и не будет. На прилавках должны быть товары надлежащего качества, с широким ассортиментом и по справедливым ценам. А так называемая новая продукция, если она и будет, она должна по своим потребительским качествам отличаться от старой. Товарного дефицита у нас не было и не будет. Это я людям гарантирую. А за цены вы головой все ответите. Лариса Азмалович, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович для программы «Итоги недели». Брест на этой неделе встретил легендарного штурмана-бомбардировщика П-2, участницу Великой Отечественной войны Галину Павловну Брокбельцову. Поезд Москва-Брест прибыл на первый путь вокзала строго по расписанию, но в этот раз на перроне с нетерпением ждали особенного и очень важного пассажира из седьмого вагона. Галина Павловна Брокбельцова единственная, кто сегодня остался в живых из женского авиационного полка Марины Росковой, который фашисты называли ночными ведьмами. Когда началась война, ей было всего 16. Вчерашняя школьница освоила профессию штурмана и на легендарном пикирующем бомбардировщике прошла всю войну. Сегодня в сложные времена для родины Галина Павловна, как и тогда, не хочет быть в стороне. Готова сражаться за правду своим горячим сердцем и силой слова. Наш долг сказать, как было, как надо и как не надо, тогда, когда встречаешься с врагом. Враг должен быть уничтожен, дабы освободить новые поколения от ужаса войны, когда смерть, кровь рядом. Нам это не надо. Как человек, который сам прошел войну и видел тысячи смертей, Галина Павловна преклонила голову пред памятью героически погибших защитников у Вечного огня Брестской крепости. Визит Галины Павловны, наверное, одно из самых эмоциональных мероприятий, потому что преклоняешься перед духом женщины, преклоняешься перед ее активной жизненной гражданской позицией. И даже вот такой маленький нюанс, я ее хотел взять под руку. Она говорит, не надо, я вас возьму под руку. Понимаете? То есть сочетание мужественности, гражданской позиции, очаровательной женственности. Вот это уникальный человек, поэтому есть такой штамп человек-легенда. Вот сегодня мы общаемся с человеком-легендой. На самом деле знаковое событие, потому что ведь в небе над Брестом в июне 41-го года были и летчики. Да, 10-й смешанной авиадивизии. Они тоже встретили здесь врага, как и защитники Брестской крепости. И Галина Павловна, присутствующая здесь, конечно, это наверняка я представляю, как ей тяжело через десятилетия вернуться в то время. Но, с другой стороны, это очень важно для нас, для молодых брещан, гостей нашего города, кто с ней встретится, пообщаться. Это действительно легенда. Общение продолжилось на территории Музея обороны Брестской крепости. Галина Павловна говорила о важности верных ориентиров современной молодежи и жизненной позиции, заряжая своей силой духа. Возьми в пример тебе героя сегодняшнего дня, его черты. Ребята, уверена, вот я завтра буду лучше, чем сегодня, потому что увидела глаза, лица, сердца, настрой вас, молодых, а вам только и делать, что идти дальше и развиваться. Для важной гости была проведена душевная экскурсия. Не обошлось и без обмена памятными подарками. Капсулу с землей Брестской крепости Галина Павловна передаст московскому клубу «Патриот», а взамен она оставила ценные здания, рассказывающие об истории женского авиационного полка. Галина Павловна приехала в наш город по приглашению. Плотный график поездки был расписан буквально по минутам и включал в себя различные встречи, посещение музеев, Брестской крепости, а также большую диалоговую площадку, которая состоялась на базе Брестского академического театра драмы. В этот день в Брестском академическом театре драмы не было свободных мест. Молодежь из разных образовательных учреждений города пришла, чтобы прикоснуться к живой истории, увидеть и услышать Галину Павловну Брок-Бельцову, последнюю оставшуюся в живых летчицу и состава легендарного женского авиационного полка Марины Росковой. Все пришедшие на встречу стали свидетелями сложной и героической судьбы ветерана и узнали множество интересных фактов. Гитлер планировал после падения Берлина 2 мая перенести столицу Германии в Кенигсберг. Мы ничего не отставили от этой крепости. Позже вспоминали, это был второй Сталинград. Разгромили полностью Кенигсберг. Взяли Пилау, взяли Лебаву. Благодарность от Сталина личная за взятие порта Пилау и порта Лебава. Ценные воспоминания, которые возможно больше никто не расскажет. И встреча с личностью такого масштаба произвела на пришедших большое впечатление. Конечно, очень здорово, что нашла возможность приехать сюда, пообщаться с тем, чтобы молодые люди увидели все, оценили, почувствовали эти моменты. Почувствовать то, что говорит человек, душу его, то, что он пережил. Это совсем по-другому воспринимается. Это нам сейчас не хватает. Не хватает нашим молодым людям. Поэтому нам сегодня повезло, брещанам, что у нас такой гость, такой человек. И мы еще получили такую возможность. Я считаю, что таких звезд, так скажем, нужно знать в нашем поколении и гордиться такими людьми. И такие люди служат примером для нашего поколения. С такими людьми очень важно общаться, потому что они имеют большой опыт за своими плечами. Все-таки они пережили вот эти вот все страшные моменты в прошлом, в настоящем, могут дать тот совет, который приведет нас на правильный путь. Женщина, которая со школьной скамьи ушла на войну и сегодня показывает пример любви к родине и силы духа, который так необходим каждому в непростое время. Мы просто потрясены. Потрясены вашей биографией, вашей яркой военной биографией прежде всего. Но мы покорены, я говорю, от имени всего завтра, от тех коллективов, которые сегодня с вами встречались, в раме сегодняшних. Это феноменал. И отдаем себе отчет, что вот наша встреча с вами останется у каждого здесь присутствующих навсегда. Пройдя через военное лихолетие, она знает, на кого надо ориентироваться, чтобы не потерять себя и выйти победителем из любой ситуации. Делайте себя, развивайте себя, примеров масса. Возьми соседа, героя, товарища, если видишь в нем изюминку. Хорош, вот это мне нравится, а ну-ка у меня попробовать. И если ты завтра будешь лучше, чем сегодня, победа будет за тобой. После содержательной беседы вниманию зрителей был представлен созвучный теме встречи-спектакль в постановке Брестского академического театра драмы «Не покидай меня». Вы, люди взрослые, несете полную ответственность за свои поступки. На вас особая форма одежды. И мы с вами находимся при исполнении особо важного задания. Приказ на его выполнение может прийти в любую минуту. Если кто без разрешения оставит место дислокации группы, трибунал. Замечательная, искренняя и пронизывающая постановка о женской судьбе в военное время на два часа заставила зрителей сопереживать происходящему, тронула до глубины души и побудила многое переосмыслить. Вы смотрите программу «Итоги недели». Мы продолжаем. Современная школа уже давно стала центром подготовки будущих специалистов. А для того, чтобы помочь учащимся достигнуть успеха выбранной ими профессии, во многих учебных заведениях открываются профильные классы, направленные на получение дополнительных знаний в той или иной области. В нашем городе профильное образование организовано по различным направлениям деятельности. Это спортивные классы, классы военно-патриотической направленности, а также юридические и педагогические. Поэтому каждый учащийся может выбрать себе направление по душе. На этой неделе между управлениями по образованию Ленинского и Московского районов Брестским государственным техническим университетом и предприятием «Брестоблгаз» был подписан договор об открытии в областном центре инженерных классов. Инициативу выдвинуло предприятие «Брестоблгаз». Создание инженерных классов – это по-настоящему новый старт в образовательной парадигме. Тему продолжит Наталья Хомич. В нашем городе профильному образованию молодежи уделяется особое внимание. Организованы специализированные классы, направленные на углубленное изучение различных направлений деятельности. Это спортивные классы, классы военно-патриотической направленности, а также юридические классы. Каждый учащийся может выбрать себе направление по душе. Создание инженерных классов гимназии номер 2 и средней школе номер 20 имени Карбышева является новым стартом в образовательной деятельности. Инициатором их организации выступило республиканское унитарное предприятие «Брестоблгаз». У нас работает около 20 спортивных классов. У нас работает в 9 учреждениях образования классы профильной военно-патриотической направленности. В этом году мы открыли на базе 5-й школы города Бреста классы на основании договора с комитетом судебных экспертиз. Работают юридические классы. Новинкой для нас стала организация деятельности инженерных классов. В данном направлении мы в начале пути. Перед нами стоит задача активной работы по популяризации инженерной профессии, по вовлечению и привлечению внимания учащихся к этим инженерным классам, создании необходимой учебно-материальной базы. Ну и мы очень рассчитываем на поддержку нашего регионального вуза и предприятия «Брестоблгаз». Когда мы более глубинно занялись вопросами дальнейшего и наполнения нашими кадрами, теми выпускниками, возникла идея, чтобы сюда подключить и среднюю школу. Решили приступить с такой инициативой, чтобы объединить среднюю школу, наш технический университет и наше предприятие. Мы видим это следующим образом, что те ученики, которые будут учиться в технических классах, они уже более широким спектром будут заниматься по определенным дисциплинам, которые поможут в средней школе наш технический университет. Помощь, которая будет и материально-техническая, мы будем стараться оказывать и школе, и решать вопросы дальнейшего привлекательности. Я думаю, что будет это интересно не только самим школьникам, мы постараемся сюда привлечь и их родителей, потому что на том возрасте еще сложно определиться с будущей профессией. Я думаю, при помощи своих родителей и зная подходы в целом, будет у нас все получать. Поэтому мы уверены, что в ближайшее время, через 7-8, уже первые выпускники придут к нам на работу именно с инженерных классов. Организаторами торжественного мероприятия была создана специальная программа, которая осуществлялась на территории санатория Надея. Эта здравница курируется унитарным предприятием «Брестоблгаз». Педагоги априори – люди любопытные, а потом и для них была запланирована экскурсия по санаторию Надея. Лесная заповедная зона, пьянящий воздух – все это удивительно здорово. А материальная база поражает. Все как лучше в здравницах. И далеко ехать не нужно. Но все-таки цель у собравшихся другая – подписание официального договора о создании в средней школе номер 20 имени героя Советского Союза Дмитрия Карбышева и в гимназии номер 2 профильных инженерных классов и организации соответствующего учебного процесса. Договор многосторонний. Подписи под ним поставили начальники управления по образованию городских администраций Татьяна Савич и Татьяна Басакина, а также директор второй гимназии Роман Граничный и руководитель США номер 20 Александр Агеевец, генеральный директор Бреста «Былгаза» Евгений Казимирчик и ректор Брестского государственного технического университета Александр Баханович. Сегодня действительно историческое событие произошло в Брестской области. Созданы первые инженерные классы для нас как технического университета. Это очень важное событие, потому что это так называемая ранняя профориентация, когда мы на уровне среднего образования школы. Уже начинаем профориентировать ребят, привлекаем их к науке, к образованию. Для дальнейшей учебы в университете, получения специальности. Здесь происходит объединение усилий всех заинтересованных сторон. Это и средняя школа, и высшая школа, университет. Это наше ведущее предприятие Брест-Былгаз. И, конечно же, по патронажам нашего Брестского городского исполнительного комитета, администрации районов. То есть сегодня мы объединили свои усилия. И я думаю, будет у нас очень хороший результат в части очень высокого качества образования и получения действительно мотивированных, целенаправленных специалистов. Это вымеренные и выверенные решения всех сторон с далеко идущей перспективой. Работа со школьниками, ориентирующих на выборы в требованной профессии. Это не первый опыт сотрудничества между Брест-Былгазом и техническим университетом. В учебном заведении уже готовят специалистов на факультете теплогазоснабжения. Мы продолжаем. Существует множество профессий, каждая из которых ценна и незаменима, приносит определенную пользу для людей и имеет своим результатом вполне осязаемые плоды труда. Но какой мерой можно оценить творчество? Слезы на глазах от проникновенной театральной постановки, восхищение изъяществом танца и радость от душевной народной песни? Ответ на этот вопрос знают работники сферы культуры, которые ежедневно дарят нам море незабываемых впечатлений. Ведь заниматься творчеством можно только по зову сердца и велению души. За преданность своему делу и выбранному пути, за желание дарить людям радость и нести свет, 25 работников культуры нашего города были награждены накануне своего профессионального праздника. Культура – это то, что соединяет поколения и как зеркало отражают душу каждого народа. В ней мудрость и накопленные знания. Она служит источником радости, который делает нашу жизнь ярче и богаче. В нашем городе на Ниве культуры трудится сей доброе вечное множество талантливых людей. Без малого полтысячи человек, собственно, городских работников культуры, в различных направлениях поднимают наш культурный уровень в хорошем понимании, создают настроение для брещан и, как мне кажется, делают это очень самоотверженно, талантливо. И важно то, что они не останавливаются на том, что уже наработано было к тысячелетию. Появляются новые фестивали, новые культурные традиции. Мы находимся в активном поиске, как дальше сделать наш город Брест городом интересного, яркого пребывания гостей, комфортным для жителей города. И здесь роль работников культуры абсолютно очевидна и понятна. 25 безгранично преданных своему делу представителей культуры наградили в Бресте накануне их профессионального праздника. Творческие люди, которые привыкли дарить радость другим, на этот раз сами были в центре внимания. Эти слова очень хорошо отражают суть работы Брестского городского духового оркестра, который давно стал одним из символов и гордостью нашего города. И долгие годы украшают своим присутствием самые яркие и значимые события. Наша миссия очень важная, наше тяжелое время – создавать настроение и дарить духовность тому, что мы имеем. Материальных благ недостаточно, чтобы жизнь была полноценной. Поэтому мы создаем настроение и вливаем то, что в душу свою искорку. Надежду. Даем надежду. Это очень важно. Я могу вам сказать, что музыка лечит. Поверьте, если у вас плохое настроение или что-то болит, вы придете на концерт оркестра, у вас все как рукой снимает. Почему у вас сегодня слезы на глазах? Ну, знаете, наверное, все-таки эмоции переполняют. Эмоции в этот день переполняли всех профессионалов сферы культуры. Ведь на торжественном мероприятии для них не скупились на добрые слова и пожелания. И не раз подчеркивала значимость их важного и нелегкого труда. Я хочу поздравить всех культработников, библиотекарей, всех, кто обеспечивает эту сложную работу, клубных работников с профессиональным праздником. И те задачи, которые стоят по совершенствованию материальной базы, мы абсолютно понимаем, в том числе и реконструкция нашего городского дома культуры, и я думаю, что будем двигаться в этом направлении дальше. Всех с праздником! В честь праздника дарили цветы, вручали заслуженные награды и благодарности, а музыкальные подарки были трогательными и проникновенными. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Заслужена была отмеченная работа Центра культуры «Досуга Бреста». Ведь усилиями его сотрудников создаётся хорошее настроение для гостей и жителей города на многих праздничных площадках. Я думаю, что наша миссия библиотек в том, чтобы книга всегда была на первом месте. Возьмёшь в руки книгу, и ты уже можешь побывать везде, там, где на самом деле не можешь быть. А книга тебя перенесёт в любую страну, в любое путешествие отправит, не выходя из дома. Я работаю в культуре вот уже 43 года, всю свою жизнь. Я работала директором клуба на чулочном комбинате, и сейчас вот директор Центра культуры «Досуга». Я очень люблю свою работу, она является смыслом всей моей жизни. И можно сказать, что я даже не мыслю жизнь без своей работы. Они не мыслят жизнь без своей работы, а это и есть настоящее богатство, которое каждый из них способен дарить окружающим. Пусть у этих глубоких творческих людей будет как можно больше поводов для радости. Они заслуживают праздника, которым делятся с нами. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Итоги недели. На наш взгляд, именно в Бресте проводятся самые интересные и масштабные события. Поражают своим разнообразием театральные премьеры, притягивают ценителей изобразительного искусства потрясающие выставки. Регулярно проходят самые громкие концерты. Что касается многочисленных и разнообразных фестивалей, то их количество, а главное – качество с каждым годом растет, приобретая все большую популярность не только у жителей города, но и далеко за пределами республики. Накануне профессионального праздника мы встретились с начальником отдела культуры Брестского горосполкома Светланой Симашко. Эксклюзивное интервью записала Людмила Логодич. Наш разговор с начальником отдела культуры Брестского горосполкома Светланой Симашко получился ярким и интересным. Впрочем, по-другому со Светланой Николаевной разговор и не может сложиться. Такая уж у нее натура творческая, активная и позитивная. Неудивительно, что именно она является инициатором разноплановых проектов, выставок, фестивалей и конкурсов, которые на протяжении всего года сменяют друг друга в Бресте, поражая воображение и удивляя своим масштабом. Вообще, как говорят мои коллеги из других областей нашей страны, они Бресту очень завидуют, а мне не завидуют, потому что у нас проходит больше всего мероприятий, чем во всех областных центрах. Более двух тысяч мероприятий у нас крупных проходит каждый год. Это, конечно, и концерты и выставки, это фестивали и праздники, это спектакли, встречи с интересными людьми, мастер-классы. Можно продолжать, продолжать и продолжать. Светлана Николаевна рассказала, что год исторической памяти наполнен множеством патриотических мероприятий и праздников, которые не позволяют забыть о подвигах предков и единстве нашего народа, а также встречами со знаковыми личностями, которые ещё при жизни стали легендой. Настоящей изюминкой года стали новые яркие, потрясающие своим размахом фестивали. Зимой порадовал гостей и жителей масштабный по-настоящему народный проект «Берестейские сани», который появился по инициативе губернатора области. Лето украсил буйством красок и новыми дизайнерскими решениями конкурс ландшафтного искусства «Город-сад». Заявил о себе на всю республику и стал настоящим прорывом в модной индустрии Брещины фестиваль моды и стиля «Лук-бук». По «Лук-бук» конкретно хочу сказать, что давно его Брест ждал, потому что Брест считается швейной столицей нашей страны. И почему только в этом году? Ну, вот всему, наверное, в своё время. Будем его проводить и в дальнейшем. Очень интересное мероприятие. Много месяцев мы его готовили, но даже подготовка была очень интересной. Интересно и насыщенно, несмотря на все возникающие преграды и сложности, культурная жизнь Бреста за пределами нашей страны. Особо тесное сотрудничество налажено с Российской Федерацией. Совсем недавно делегация больших и маленьких художников из Бреста представила в Москве свои потрясающие произведения изобразительного искусства. В данный момент у нас в Москве проходят две выставки наших брестских художников. Это для нас очень почётно и важно, потому что мы показываем историю, культуру Бреста, даже вот в таком огромном мегаполисе. Сразу более 30 художников участвуют в этой выставке, работы. Для нас это очень почётно. Работы наших детей сейчас находятся на МКС, в космосе, что тоже важно. То есть у нас наша культура Бреста, даже не только на Земле, но и в космосе. Завидным постоянством брестские звёздочки заявляют о себе участием в популярных вокальных проектах. Мы уже рассказывали о талантливых вокалистах, которым удалось прославить наш Брест на международной арене. У Светланы Симашко есть самые свежие вести о новых достижениях. Конечно, у нас много исполнителей разных возрастов, но на детей у нас вообще большие перспективные планы. Вы знаете, буквально вчера две наши девочки, юные исполнительницы, это Арина Шухрай и София Рустамова, вошли в финал российского конкурса исполнителей. Это для нас очень почётно. Мы будем болеть за них, и вот в воскресенье будет известно, кто же победит. И мы, конечно, будем надеяться, что хоть одна будет брещанка. Впереди брещан ждёт ещё много незабываемых праздников, событий, мероприятий. К слову, уже идёт активная подготовка к открытию городской ёлки. Заключаются договоры с артистами и продумывается сценарий. Ну а телекомпания Бук-ТВ, как и всегда, будет держать своих телезрителей в курсе самых ярких и запоминающихся событий. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Итоги недели. И ещё об одном профессиональном празднике. 9 октября – Всемирный день почты. Сегодня на Брещене успешно функционирует порядка 550 отделений почтовой связи. Около 3 300 почтальонов, операторов, водителей и других сотрудников ежедневно заботятся о том, чтобы письма, бандероли или денежные переводы пришли по нужному адресу в срок. Современная почта – это многофункциональное предприятие. Сложный механизм, идущий в ногу со временем и предоставляющий населению широкий спектр услуг. Наш корреспондент Наталья Хомич побывала накануне профессионального праздника на нескольких почтовых локациях. Она представит свой взгляд на работу современных почтовых работников. Екатерина Матиевская работает в почтовом отделении номер 23 уже 6 лет. В эту профессию она пришла в 2016 году. Девушка трудится оператором связи и ни разу не пожалела о сделанном выборе, ведь данная работа приносит ей удовлетворение. В отделении я работаю с 2016 года. Работала я 6 лет почтальоном. Работала почтальоном почему? Потому что я многодетная мама, и меня очень устраивал график работы. Я могла сходить и в школу, и в сад за детьми, и успевала на работе все сделать. Работая здесь, я поняла, что предприятие успешно развивается, и есть возможность карьерного роста. И когда мои дети подросли, я, конечно же, не могла не воспользоваться этой возможностью, и теперь я оператор связи. Почтальоном в доставку я выдаю печатные СМИ и корреспонденцию. Они собираются в доставку, и далее я жду их с доставки. После прихода с доставки они сдают мне свои отчеты, и я обрабатываю их. Сейчас в связи с развитием информационных технологий, каждый человек может, не выходя из дома, оплатить коммунальные иные услуги, используя только свой телефон, что для многих граждан является очень удобным. А для того, чтобы помочь людям с оплатой, в почтовых отделениях появился мобильный почтальон, который может проконсультировать по данному вопросу любого желающего. Когда я пришла на работу, у нас еще не было мобильных почтальонов. Теперь у нас появились мобильные почтальоны, и наши почтальоны могут произвести непосредственно на месте оказание услуг, выплаты пенсии, оплата коммунальных услуг, прием платежей. Это очень удобно для пожилых людей, во-первых. Они, не выходя из дома, могут оплатить те же коммунальные услуги. Произвести какой-то платеж, получить уже пенсию. Почтовые отделения сегодня являются активно развивающимися предприятиями, которые оказывают многочисленные услуги. Оплата коммунальных, выплаты пенсии, осуществление денежных переводов и список можно продолжать очень долго. Однако основной функцией по-прежнему остается прием и выдача посылок и писем. В отделении номер 23 работают четыре операционных окна, где присутствуют специализированные места для обслуживания корпоративных клиентов. В нашем отделении связи оказываются все почтовые и непрофильные услуги. В отделении связи в этом году был сделан ремонт. Функционируют постоянно четыре операционных окна. Одно выделенное место для обслуживания корпоративных клиентов, а также выделенное окошко для оказания почтовых услуг. Также в нашем отделении связи организован детский уголок, где детки, пока родители получают услуги, в нашем отделении детки могут порисовать, отвлечься и не отвлекать родителей. В нашем отделении связи также организована зона самообслуживания. Зона самообслуживания оборудована моноблоком, при помощи которого клиент может зайти на сайт Рудбилпочта и получить всю информацию, которая ему нужна. Клиенты, посещающие почтовое отделение, удовлетворены их работой и подчеркивают тот факт, что обслуживание находится на высоком профессиональном уровне. Работа сотрудников слажена и качественно, а главный залог успеха – доброжелательное отношение к посетителям. Культурные такие все работники, приветливые, очень хорошее обслуживание, очень нравится нам. Часто нам сказали, могут носить на дом, поскольку мы уже в возрасте, но мы решили, что мы будем ходить, потому что мы получаем эту пенсию и идем здесь по магазинам. Все устраивает, все хорошо, вот обновили, все хорошо. А по каким вопросам учащихся вы обучили? Ну, за квартиру мы платим уже по карточке, а так посылки Алиэкспресс или так почту получаем. Проблем нет, все хорошо. В преддверии профессионального праздника было организовано торжественное мероприятие во Дворце культуры профсоюзов, на котором чествовали лучших работников почты. Директор Брестского филиала Республиканского унитарного предприятия «Белпочта» Валентина Пух поздравила всех сотрудников с их профессиональным праздником. В обращении Валентина Николаевна подчеркнула, что гордится своими сотрудниками, которые качественно выполняют такую важную для всех работу. Современная почта – это уже не та почта, которая ассоциируется только с письмами, почтовыми карточками, хотя исторически, традиционно от нас это никуда не ушло. Сегодня это новые технологии, это передовые технологии, это коммуникационные технологии. Наша отрасль сегодня, кроме чисто почтовых, идет и вперед по развитию информационных направлений, это развитие нашей национальной электронной почтовой системы. Да, мы говорим о том, что мы хотим сохранить наше традиционное ручное письмо, но тем не менее бизнес сегодня требует отправить почтовые отправления в кратчайшие сроки. И только с использованием таких новых передовых технологий это возможно. Сегодня уже завершены в Березовском региональном узле почтовой связи, в Пинском региональном узле почтовой связи. Вот буквально завершаются уже работы в Барановском региональном узле почтовой связи. Поэтому, несмотря на определенные финансовые трудности, мы не останавливаемся в плане эстетики, в плане придания культурного вида, но и в том числе соблюдение технологических процессов и автоматизации процессов. На мероприятии состоялась торжественная церемония награждения лучших сотрудников почтовых отделений, которые посвятили себя этой профессии. Среди них Елена Бернат, инженер по нормированию труда, вся семья которой посвятила свою жизнь работе на почте, и Любовь Голуб, начальник главной кассы, для которой церемония награждения стала вдвойне приятной. Именно в этот день она отметила свой день рождения. Эмоции только положительные. Какие могут быть другие эмоции, если такой приятный момент награждают гамотой? В почту пришла, наверное, первая моя бабушка по отцовской линии, потом она устроила мою маму, потом получилось, что стала работать я. Очень обидно, что люди забывают именно вот этот вот простой человеческий процесс написания письма, когда было очень приятно обнаружить в своем почтовом ящике поздравительную открытку и письмо. Ну, сейчас как-то это уходит. Впечатления, конечно, самые хорошие. Всегда приятно получать поздравления и награды. В общем-то, у меня сегодня еще так совпало, день рождения, поэтому у меня все на эмоциях. В связи я уже работаю 34 года, поэтому всю жизнь пришла с училища и по сей день работаю. То есть, получается, в трудовой книге у меня одна запись. Люблю свою работу, всегда преданно отношусь, поэтому даже не представляю, где можно еще работать. Сегодня почтовое отделение на Брещене продолжает развиваться. Предприятия нацелены на то, чтобы в полной мере удовлетворить потребности каждого клиента. Уделяется большое внимание международному уровню почтовых отделений, ведь каждому хочется выглядеть достойно. А наша почта делает для этого все возможное. Мы сегодня и работаем с нашим персоналом по изучению новых направлений, в том числе обновляем свой коллектив, принимаем наших выпускников колледжа, нашего Брестского связи, высшей академии связи с высшим образованием, для того, чтобы чувствовать требования, чувствовать время и быть востребованными, быть полезными всем тем категориям клиентов, которые сегодня без слова почты не могут существовать в жизни. Мы, назначенный оператор почтовой связи в нашей стране, работаем над тем, чтобы на уровне международном выглядеть достойно. И, по-моему, это нам удается. По последним исследованиям Белорусская почта занимает достойное, хорошее 14 место. Да. Ну, я считаю, что этим надо гордиться. Наталья Хомич, Эдуард Бакунович, Александр Воронин, Юрий Левантович. Специально для программы «Итоги недели». Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои, свое видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну, а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал Бук ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Ирина Левчук, говорю вам до встречи. И, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова